МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Видное ТВ. Я, Татьяна Брылова и мои коллеги познакомим вас с последними событиями в городе и районе. Вначале коротко о главном. В деревне Лопатина открылась школа на 1100 мест. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Первый взрослый документ юным жителям Ленинского района вручили в торжественной обстановке. Я немножко взволнован после произошедшего, но очень на душе хорошо и радостно. Танцевальный конкурс среди воспитанников детского сада «Ромашка». В жилом комплексе «Государев дом», который вырос рядом с деревней Лопатина, открылась новая общеобразовательная школа. Она рассчитана на посещение 1100 человек. На церемонии открытия присутствовали представители руководства района, булатниковского поселения, будущие ученики, их родители и наша съемочная группа. Подробности расскажет Максим Козлов. Этого дня взрослые и юные жители жилого комплекса ждали с нетерпением. Теперь одной проблемой и у них, и у соседей станет меньше. Рядом находится непростой объект. Это объект, который, к сожалению, собственники в лице группы компании «Урбангрупп» бросили. И вот открытие, и вот в эксплуатацию этой Лопатинской школы на 1100 мест – это еще очередная возможность для того, чтобы дети, ребята, которые проживают на той территории, тоже приходили и здесь получали свои знания. В данный момент жилой комплекс еще строится. Сейчас здесь живет порядка 15 тысяч человек, и эта школа, рассчитанная на 1100 учеников, сможет принять всех желающих. После символичного первого звонка главный обряд церемонии открытия – разрезание красной ленты. Так совпало, что новые учебные заведения открывают 12 апреля. Кроме всего прочего, сегодня празднуется День космонавтики. Эта школа, как сейчас принято говорить, просто космос. Ее площадь – 17 тысяч квадратных метров. Давайте посмотрим, что же там внутри. А внутри – красота. Первыми в новую школу заходят ученики младших классов. За ними на импровизированную экскурсию отправляются официальные лица. Сначала высокие гости идут в столовую. Скоро она примет первых посетителей. И меню подходящее. Каша манная, чай с лимоном, яблоко на обед у нас. Печень по строгам с пюре картофельное, еще и свежие капусты, соленый огурчик, компот из сухофруктов. То есть питание получается двухразовое? Нет, питание трехразовое. У нас еще полдники детям есть. Здесь 44 кабинета, оснащенных по последнему слову техники. В них самое современное, необходимое для учебного процесса оборудование. Это смарт-доска, которая работает при помощи других носителей USB. От флешки, от телефона. На ней можно и рисовать. На ней можно, смотрите. И потом выбираете тут какие-нибудь графические изображения. Цвет, линии. И потом. А еще здесь есть спортзал, библиотека, медпункт, спортивные и гимнастические залы, а также зал для занятий хореографией. У нас просто принцип такой, наша компания, школы, детские сады, социальные объекты, сдавать полные комплектации, которые они должны быть, чтобы уже перепередача, допустим, муниципальную собственность, чтобы уже и учителя, и педагоги, и дети пришли уже в готовую школу, чтобы могли хоть с сегодняшнего дня начинать уже учиться. Для проведения концертов в школе предусмотрен зрительный зал на 400 мест. На прилегающей территории оборудованный стадион и физкультурно-спортивная зона. Мы стараемся всегда во взаимодействии с инвесторами, застройщиками, говорить и указывать на то, чтобы они несли свои социальные обязательства. Мы это жестко контролируем. Мы стараемся не отставать от того ритма, который нам задает губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, который также говорит о том, чтобы объекты социального значения, школы, детские сады, поликлиники, они не отставали от водожили. Первые уроки в школе начнутся в понедельник. И хотя здесь все готово к учебному процессу, некоторые вещи еще придется дорабатывать уже в ходе работы. Нам нужно грамотно сейчас подобрать подход к организации учебного процесса, в безопасности учебного процесса. Ну и, конечно, дать возможность каждому ребенку в стенах новой школы найти какое-то свое призвание, определиться с каким-то направлением, может быть, в своей образовательной деятельности учебной. После окончания строительства жилого комплекса здесь будет жить около 25 тысяч человек. А потому в планах у застройщика возведение еще одной школы. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Юным жителям Ленинского района, которым исполнилось 14 лет в торжественной обстановке, вручили паспорта граждан Российской Федерации. Такая традиция уже давно существует в нашем муниципалитете. Ведь для ребят это важный день, и будет здорово, если они запомнят его на всю жизнь. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Перед началом церемонии вручения главного документа в жизни каждого гражданина нашей страны в холле Ленинского управления ЗАГС ощущалось волнение. Я чувствую радость и одновременно горе, потому что я стал на один год старше. Когда уже мне исполнилось 14 лет, я уже думала о том, что скоро я буду получать паспорт. И мы, соответственно, сразу же пошли уже оформлять документы и так далее. И тем самым мы уже начинали потихонечку подготавливаться к этому. Ну и также, когда нам уже сказали, когда я буду получать паспорт, мы уже готовились к этой дате, думали, как я буду одета, во что, как это все будет приходить, во сколько, где. Началось мероприятие с гимна России, что придало ему еще больше торжественности. Юноши и девушки, достигшие 14 лет, сегодня получают паспорт и с этой минуты начинают нести ответственность за свои действия и поступки. С поздравительным и напутственным словом к ним обратились почетные гости. Теперь каждое ваше решение, каждый ваш шаг должен быть обдуман не один, не два, а намного больше раз. Поэтому я от души вас поздравляю от имени Московской областной думы, законодательного органа власти Подмосковья. Все у вас будет хорошо, все у вас получится. От вас зависит и будущее нашей малой родины, гордо видное, нашего Ленинского района. Сделайте так, что он был еще красивее, еще лучше. Стоит отметить, что ребята запомнят день получения своего первого паспорта, еще и потому, что случился он в год 90-летия Ленинского района и Московской области. Сегодня паспорт можно оформить через Центр госуслуг «Мои документы». Руководитель учреждения также присоединился к поздравлениям. И хочется пожелать вам всяческих успехов, хочется пожелать вам оптимизма, целеустремленности. Никогда не сдавайтесь, будьте достойными гражданами нашей родной Родины. Поздравляю вас. По окончании официальной части молодых людей ждал музыкальный подарок – песни в исполнении воспитанников вокальной студии детской школы искусств города Видное. Россия, матушка, лучшие переца, река, богатушка, снегами тельца. В финале мероприятия все вместе сделали фото на память. А новоиспеченные обладатели российских паспортов с гордостью показывали свои новые документы. Я немножко взволнован после произошедшего, но очень на душе хорошо и радостно. К паспорту стоит относиться бережно. А его первая замена, согласно законодательству, произойдет по достижении 20-летнего возраста. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Видное ТВ. Мы уже рассказывали о том, что к 90-летию Ленинского района областное правительство решило сделать городу видный хороший подарок, выделив средства на масштабное благоустройство в центральной части у кинотеатра «Искра». Контролировать реализацию проекта будет как муниципальная администрация, так и депутаты разных уровней. Мы встретились с Владимиром Петровичем Жуком и задали депутату Московской областной думы вопросы, касающиеся данного проекта. Владимир Петрович, Вы ознакомились с проектом. Расскажите, насколько этот проект своевременен и насколько он современен? Ну, то, что он своевременен, это не вызывает никаких вопросов, поскольку жители ближайших районов, да и всего видного здесь очень часто бывает, это любимое место. Поэтому как именно с него и начать вот такую глобальную реконструкцию? То, что он современен, я сейчас посмотрел, как все распланировано, какие материалы используются, какие технологии. Ну, могу сказать, что в Московской области, наверное, такого пока еще не было. Мы будем первыми, которые вот это увидят. Уже апреля наступила пора, когда надо начинать все работы по благоустройству. А успеют ли доделать все задуманное? Самое главное – это финансы. Финансы выделены, средства есть, поэтому начнутся конкурсные процедуры в ближайшее время. Будет определенный подрядчик, и работа начнутся. Они будут идти зонально, так, чтобы не мешать людям. Самое важное то, что времени на этот проект достаточно. В октябре он должен быть завершен, а это почти полгода, даже чуть побольше. И этого времени достаточно, чтобы сделать все то, что запланировано. Московская областная дума будет на протяжении всего реализации проекта контролировать этот вопрос? Обязательно. Мы сюда приедем не один раз, поскольку будет зонально идти работать. То есть будем смотреть поэтапно, как будет сдана одна зона. Приедем, посмотрим, и будем приезжать и дальше. Ну, я думаю, что несколько раз здесь обязательно побываем. И за это время вся эта работа такая действительно глобальная, масштабная. Я первый раз вижу такой действительно большой проект. Будет завершено. Спасибо большое. Поздравляем жителей Ленинского района. Наш земляк Евгений Рылов вновь победил на проходящем в Москве чемпионате России по плаванию. Он взял золотую медаль на своей коронной дистанции 200 метров на спине. На финише Женя показал время в 1 минуту 54 секунды, установив лучший результат сезона в мире. А вот уже следующий финальный заплыв на 50 метров наш спинист закончил со вторым результатом. Его опередил Климент Колесников. Однако Евгений Рылов выполнил отборочный норматив на чемпионат мира и сможет представлять Российскую Федерацию сразу в нескольких состязаниях. В детском саду «Ромашка» уже в 14-й раз прошел традиционный танцевальный конкурс среди воспитанников учреждения. Танцевали все. Свои номера подготовила каждая из 10 групп детского сада. Выступления были яркими и запоминающимися. Наша съемочная группа оценила мастерство участников. Здесь частенько проходят концерты, спортивные соревнования, интеллектуальные турниры и выставки художественных рисунков. Коллектив и воспитанники детского сада «Ромашка» привыкли жить такой активной и творческой жизнью. Вот и сегодня тут прошел ежегодный танцевальный конкурс. Все номера очень разные, то есть ничего одинакового вы не увидите. Все номера очень яркие, соответствуют возрасту участников. Музыкальные руководители помогали воспитателям и воспитатели сами проявляли свою творческую фантазию, скажем так, в постановке каждого номера. Мероприятие началось с награждения победителей интеллектуальной олимпиады среди старших и подготовительных групп. Из более 130 участников самыми-самыми стали 9 человек. Они и получили грамоты и памятные подарки. Интеллектуальная олимпиада – это такая форма интеллектуального соревнования старших дошкольников, которая позволяет выявить не только уровень определенных знаний, но умение применять их в новых нестандартных ситуациях, которые требуют творческого мышления. И вот, наконец, на сцене первые участники танцевального конкурса. Строгая жюри оценивает технику исполнения, саму композицию, общение со зрителями и соответствие номера возраста уступающих. 14-й год подряд в детском саду «Ромашка» проходит танцевальный конкурс. И каждый раз воспитатели и дети находят чем удивить зрителя. И действительно, у каждого исполнителя был свой характер и своя изюминка. Выбрать лучших из лучших было довольно сложно. Номер девятой группы был, пожалуй, самым зрелищным и массовым. В нем приняли участие почти все. Ребята заметно волновались, но выступали очень достойно. Когда они вставали, поворачивались спины к спине, это достаточно было сложно, потому что у них разный характер, разный темперамент. Одному хотелось быстрее, другому помедленнее. И это было сложно, чтобы было в один такт. Но ребята молодцы. Наши ребята, они очень нежные, пластичные и мечтательные. Поэтому, наверное, был выбор на Японию. Мы были такие красивые. Ну, вообще-то я думала, что мы точно займем первое место. У нас все такое японское, нежное. Красивое. Ну да, красивое. Главное не победа, а главное участие. Выступление ребят действительно понравилось всем без исключения. В оценке судьи были единогласны. Это первое место. Впрочем, и остальные участники конкурса выступили весьма достойно. Екатерина Борисова, Константин Прылов, Ольга Садовская, Витнай ТВ. И о погоде на субботу. Похолодание продолжится днем всего около 3 градусов тепла, ночью и вовсе ноль. И кратковременные дожди. И это все новости на сегодня в субботу в 20.00. Смотрите итоговый выпуск. Расскажем о самых главных событиях уходящей недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова